МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...с порывами до 30 метров в секунду. Об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Нурсултан Ибраев. Сегодня в областном математе обсудили самые актуальные вопросы, вчерашний ураган и отключение света. Более подробнее об этом в материале Жамал Дамбриды. Кокшетаусы высказывают свои мнения относительно статьи Ельбасе Нурсултана Назарбаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ельбасе в статье «Когда мы едины, мы непобедимы» опубликованный сегодня отметил, что ни один гражданин страны не остается без поддержки. В первую очередь я обращаюсь к представителям старшего поколения и интеллигенции. Призывайте народ к единению, добру, благим свершениям, здоровому образу жизни. Помните мудрость, начало счастья, согласие. Воспитывайте молодежь так, чтобы она стремилась быть первой в труде и учебе. Нас этому обязывает большая ответственность перед молодым поколением. Обращаюсь к предпринимателям. Благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными. Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом, что я могу дать своей стране, сказал Ельбасе. В статье также говорится о том, что государство сделает все возможное для того, чтобы преодолеть трудности и предпримет все необходимые меры. Также первый президент Казахстана отметил, что правительству и местным исполнительным органам необходимо мобилизовать все усилия для преодоления временных трудностей. Глава государства Хасым Жумар Токаев и Майкл Помпео обсудили вопросы координации международных усилий в борьбе с распространением COVID-19. Президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и направление гуманитарного груза в Казахстан. Глава американской дипломатии подтвердил намерение Вашингтона наращивать двусторонние взаимодействия в целях скорейшей нейтрализации пандемии и преодоления ее последствий. Также были обсуждены вопросы укрепления политического диалога стратегического партнерства двух стран. Обращение Альбасы будет способствовать консолидации и сплочению народа Казахстана в сложных условиях. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания подчеркнул председатель мажориса парламента Республики Нурлан Нигматуллин. Сейчас каждый гражданин страны также должен приложить все свои усилия ради ее благополучия. И мы, депутаты парламента, сконцентрируем свои усилия на работе, прежде всего над социально значимыми подзаконопроектами, чтобы обеспечить защиту казахстанцев от современных вызовов и угроз, сказал председатель мажориса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматуллин. Безусловно, сегодняшнее обращение первого президента Казахстана, Нурсултана Абишевича Назарбаева, адресовано каждому казахстанцу. Альбаса, как всегда, очень точно, емко и всесторонне не только оценивает текущее положение, но и определяет перспективы развития страны. И наша общая задача сегодня – приложить все свои усилия для укрепления мира и согласия, стабилизации отечественной экономики и поступательного движения Казахстана в посткризисный период. На пленарном заседании депутаты мажориса в первом чтении рассмотрели проект закона о сокращении количества операторов жилищных программ. Кроме того, во втором чтении был обсужден законопроект о мирных собраниях. В ходе подготовки к рассмотрению на пленарном заседании депутаты внесли в правительственный вариант законопроектов ряд принципиальных новшеств. Мажорисмены высказались за значительное сокращение сроков подачи уведомлений о проведении мирного собрания и сроков рассмотрения местными исполнительными органами. Кроме того, в число принципов включены презумпции в пользу проведения мирных собраний и ответственность сторон. Продолжим выпуск и к новостям региона. На Акмолинскую область обрушился мощный ураган, который, к сожалению, унес две жизни. В Урабайском районе и в городе Кукшетау. Также пострадали кровли многоэтажных жилых домов, зданий и других сооружений. Подробности в сюжете Нурсултана Ибраева. Вчера на город Кукшетау обрушился ураганный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Ветер на своем пути снес крышу четырех жилых домов, двух административных зданий, десяти остановочных павильонов и четырех рекламных счетов. Видео, обушевавшее в Кукшетау стихии мгновенно, облетело социальные сети. Особо пострадали кровли многоэтажек по улице Ауильбекова, 166 и Пушкина, 11. Я жилец этого дома, сам по профессии инженер. И могу сказать, что тут выбраны не самые лучшие решения для держания кровли. Надо посмотреть обследование, поднимать экспертизу, смотреть, что там было вообще. Ураганный ветер принес нам, кроме отключения электроэнергии, большие ущербы. Сейчас ведется работа в каждом населенном пункте по подсчету ущербов. Это именно по срыву кров. Всего на сегодняшний момент, хочу сказать, на сегодняшний момент, потому что эта информация уточняется, у нас 115 объектов жилых домов пострадало от урагана ветра, то есть сорваны с них кровли крыши. Из них 67 – это жилых, 8 коммерческих и 40 социальных объектов – школы, детские сады, объекты здравоохранения. К слову, в Кукшетау 66 многоэтажек с 2011 по 2015 год были отремонтированы в рамках программы модернизации ЖКХ. Тогда на их ремонт ушло 1,3 миллиарда тенге. За реконструкцию жильцы расплачиваются до сих пор. Между тем, работа в двух домах, как показал вчерашний день, проверку стихии не выдержала. Главный вопрос горожан – кто восстановит нанесенный ущерб? Управляли это полностью сами жильцы. Они выбирали себе подрядчика на общем собрании. Далее, при выполнении работ, когда закрывались формы, формы подписывались непосредственно инициативными группами жильцов КСК. И, соответственно, выбранными их подрядчиками только после этого уполномоченная организация оплачивала эти виды работы. Порывом ветра нанесены серьезные повреждения и линии электропередач. Без света остались и несколько районов области. Их основная часть восстановлена. Также ощущались перебои с водой и теплоснабжением. В настоящее время специалисты занимаются подсчетом ущерба и восстановлением повреждений. Сообщается, что травмы в общей сложности получили порядка трех десятков человек. Двое погибли. Но султан Ибраев, Василий Вережников, Абайту Леген, Курща, Парад. Более 20 человек на территории области пострадали в результате урагана, который обрушился на область вчера. 18 из них доставлены в многопрофильную областную больницу. Природная стихия стала причиной трагедии. Житель поселка Урумкай, Гурубайского района. Крыша с ангара слетела, и данный гражданин погиб, 1980 года рождения. В заявлении нет, не поступало. Это природные явления, метеорологические. Один из госпитализированных получил черепно-мозговую травму. Мужчину прооперировали нейрохирурги. По словам врачей, на мужчину, доставленного в критическом состоянии, упала крыша здания по улице Аульбекова. Рядом с ним находилась сестра. Поступил в тяжелом состоянии. С черепно-мозговой травмой. Вчера был прооперирован по экстренным показаниям. Проведена нейрохирургическая операция. Сейчас находится в отделении реанимации. Необходимое лечение все получает. Оперативное лечение прошло, как было задумано. Все необходимые мероприятия были проведены. Но состояние сейчас остается пока тяжелым. Пока материал готовился к эфиру, стало известно о гибели пациента. Большинство из 17 человек, прошедших амбулаторное лечение, получили травмы головы и конечностей. Еще 6 получили различные травмы, когда стояли на автобусных остановках. На одном из многоэтажных домов упали решетки на балконах. Анна Лебесинбаева, Агульбекетхоза, Василий Вережников, Ермек Махметов, Кукчак, Парад. Сильный ураганный ветер унес жизни двоих человек. Еще 17 на амбулаторном лечении. Таковы последствия природной стихии. В областном Акимате состоялось аппаратное совещание. Власти в максимально короткие сроки стараются решить несколько важных вопросов. Подробности у нашей коллеги Жамал Габдулиной. Вчера скорость ураганного ветра местами доходила до 42-45 метров. В секунду в 189 населенных пунктах отключился свет. Сейчас подача электроснабжения возобновлена на большей части. Все бригады по восстановлению света в работе. Больше всего пострадали следующие районы. Весильский район, Гурабайский район, город Кокштау, это по многовэтажным домам. В принципе, в Мегурабай затронуты все наши регионы, в том числе даже в Степногорске имеется один объект. Максимально все бригады по Кокштуэнергии все в работе. Сейчас у нас есть отключение по городу Степногорску. Отсутствует электроэнергия в жилых домах поселка Бестубе и частично в селе Карык-Тудук. В Астраханском районе, село Товолжанка. В Атбасарском районе отсутствует электроэнергия села Покровка, Новосельское. Акима области поручила отработать ситуацию в максимально короткие сроки. Занимается разъяснением людям. Уже в сетях пишут, что двое суток нет света, когда свет дадите. Но авария произошла вчера от 16.00 и туда позже. Поэтому тут отрабатывайте. Вовремя реагируйте. Я вчера ночью вынужден был поднять вашу прислужбу, для того, чтобы они отвечали. Сейчас ведется работа по созданию специальной комиссии по подсчетам ущерба. Повреждена мягкая кровля во второй, шестой, двенадцатой, четырнадцатой школах города. Вопрос по восстановлению пострадавших многоэтажек жилых домов на рассмотрении. По Кокшетау таких четыре. Они находятся по улице Маульбекова, Пушкина, 11, Булкушева, Жайлау и один дом в Красном Яре. Механизм все-таки, наверное, будет так правильнее, потому что дома ничего не застрахованы, хотя и здесь собственники. Склоняюсь к тому, что, как Алексей Сергеевич сказал, ЧС, что-то надо будет думать в этом плане. Положение дел усугубляют паводки. Если в прошлые годы в Сандактауском районе на ликвидацию снежных заторов уходило не более 200 килограмм взрывчатых веществ, то только за вчерашние сутки было взорвано более тысячи килограмм. Вчера сложная ситуация у нас сложилась непосредственно в Сандактауском районе. Также из-за усиления ветра, не достигая 20 сантиметров до критического нагонной волны, у нас произошло потопление двух придворовых территорий села Балкашино. Оперативно местными исполнительными органами были приняты меры по отсыпке уязвимого участка, выставлено всем мотопом. На сегодняшнее утро уже вода из придворовых, вода из придворовых участков откачена. Глава региона целый день сегодня на прямой связи с Акимами всех районов. Работы по восстановлению в первую очередь социально важных объектов в приоритете. Поэтому за срыв обеспечения района, Драмбаево-Берега-Монтаричка, мы определяем строгий выговор. За срыв отопительной зоны Акима-Бурубайского района, мы с Дубаево-Масето-Заматовичем, к сожалению, вазу завершился, не просчитали вовремя, под угрозом был срыв, объявляется строгий выговор. Соответственно, начальнику управления, в принципе, коммунального хозяйства, Юрченко, Ивану Ивановичу, налагается дисциплинарное изыскание в виде выговора, указать заместителю Акима в области отставу муратуры за слабую координацию и организацию работы. Жамал Габдулина, Дархат Мужебаев, специально для Кокщия, Ахпарат. Атлантический циклон, вызвавший ураган, приведет к снежному бурану. Синоптики прогнозируют понижение температуры ночью до минус 5-8 градусов и призывают автолюбителей быть осторожными на дорогах. Порывы ветра вчера достигали местами выше 30 метров в секунду. Сейчас его скорость умеренная. По данным метеосводок районов области, она составляет порядка 20 метров в секунду. К циклону, который вчерашнему, Атлантическому циклону приближается, на территорию области входит антициклон с европейской части России, который привел с собой, как мы видим, опять-таки осадки и похолодание. Ночная температура сегодня ночью ожидается до 5-8 градусов мороза. Гололед, низовая метель. Специалисты отмечают, что погода крайне нестабильна. На телефоны жителей в области штормовые предупреждения приходят вовремя. Жамал Габдулина, Охамбек Монарбек, Улэрмик Махметов, Алмаз Адвакасов, Кукши, Ахпарат. В числе наиболее опасных зон подтопления находятся Астраханский, Атбасарский, Ашалынский, Буландынский, Бурабайские районы. Также к данной группе относятся Рементаусский, Зерендинский, Сандыктаусский, Целиноградский и город Кукшетау. Затоплены трассы областного значения Атбасар-Сочинская и районного Атбасар-Исенгельды. Сегодня в некоторых регионах области прогнозируется туман, гололед. Ожидается и ураган. В ближайшие два дня ожидается понижение температуры воздуха. Местами снег, метель. Вчера на реке Жабай, Сандыктаусского района и Исили, проходящей через Аршалынский район, проведены взрывные работы. Подобные мероприятия проводились с 10 марта по 7 апреля в Кукшетау и 9 районах. Работы проводятся. Активно идутся противопаводковые работы в Сандыградском районе. В основном идет откачка талых вод с населенных пунктов. Вчера было откачано порядка 90 тысяч кубических метров. Всего было откачано с начала палатка, думайте, цифру 570 тысяч кубических метров талых вод с населенных, только с населенных пунктов. Не считая тех, которые подбежали по рекам, каналам и вывезен снег. Стоит отметить, что в области на противопаводках мероприятиях задействованы 186 спасателей, 80 единиц техники и 38 водооткачивающих устройств. Нурсултан Ибраев, Айгуль Юзекова, Данияр Жумогулов, Алмаз-Адвокасов, Кукши, Ахпарат. 6 апреля в Целиноградском районе скончалась 91-летняя женщина. Седьмого врачи заключили коронавирусную инфекцию. Отметим, умершая одна из контактируемых с ранее скончавшимся 73-летним мужчиной. В общей сложности в области зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19. Женщина состояла на учете с рядом хронических болезней. Среди них артериальная гипертензия, синдром Паркинсона, ишемическая болезнь сердца и хронический бронхит. С 1 апреля состояние женщины ухудшилось, развивалась сердечно-легочная недостаточность. Его усугубляли полиоргонная патология и постоянное лежачее положение. После вскрытия врачи установили наличие вируса. Отметим, число контактных лиц с ранее умершим мужчиной 216 человек. В настоящее время пациенты с подтвержденным диагнозом КВИ изолированы и получают лечение в стационарах области, а также в городе Нурсултан. Инфекционное отделение городской больницы номер 3. На сегодняшний день в стационарах области находится 372 пациента. Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. По всей стране проведены предупредительные мероприятия. Государственные органы прошли подготовку. Жители предупреждены. Изучен сценарий развития COVID-19 во всем мире. Однако главным в этой непростой войне с пандемией остается единство и сплоченность. Ельбасендр Султан Азарбаев в своей сегодняшней статье призывает казахстанцев сберечь согласие в республике. Ни один человек не останется без поддержки в такой сложный период, заверяет Нурсултан Азарбаев. И это действительно работает. Бизнес получил отсрочки по кредитам, а рабочие отправлены в оплачиваемые отпуска. Дистанционный график позволяет сохранить заработную плату. Рабочие места сохраняются. Для отдельной категории граждан предусмотрена социальная выплата в размере 42 500 тенге. Другими словами, государство создает условия, чтобы казахстанцы, акмолинцы оставались дома и строго соблюдали режим карантина. «Обращение нашего Елбасы к казахстанцам – это непростое обращение, это веление времени с той ситуацией, в которой мы сейчас оказались. Нужно сохранять спокойствие. Наше правительство, мудрое правительство, оно одним из первых обратилось к населению, чтобы мы приняли эту пандемию с пониманием, желанием помочь своему ближнему». Рекомендация от мудрого политика – отбросить апатию, тревогу, пассивность и вместе со всем миром укреплять себя на пути выхода из кризиса. «Как отметил в своем выступлении Елбасы, действительно, сейчас наша сила в нашем единстве. Как аналитики говорят, кризис 2008 года Казахстан пережил благодаря принятым мерам. На следующий день государственными органами принимаются соответствующие периметивные меры, выплачиваются компенсации, поддерживается всяческий бизнес, обеспечивается продовольственный запас. В этот непростой период Елбасы в своем выступлении поддержал народ Казахстана, обратился, чтобы наша сила в нашем единстве. И мы должны противостоять данному коронавирусу». Отметим, антикоррупционная служба области ведет контроль за целевым использованием средств, выделенных на мероприятия в период ЧП, как из областного бюджета, так и из резерва правительства. Проводится разъяснительная работа на повестки дня и вопросы стабилизации цен на продовольственные товары. В условиях чрезвычайной ситуации Елбасын Русултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. В нем первый президент подчеркивает необходимость сплотиться против общей беды. Акмолинцы выражают согласие и поддержку. Когда мы едины, мы непобедимы. Такова главная мысль обращения Елбасы к населению страны. Русултан Назарбаев отметил, что государство обеспечено всем необходимым, чтобы пережить трудные времена. Подать в панику не стоит, лучше посвятить время самообразованию и своим близким. Он также подчеркнул необходимость доверять только достоверным источникам. Никто не останется без помощи государства. Здоровье нации, напомнил Елбасы, основа безопасности государства и главная его ценность. Я сегодня прочитала обращение Елбасы Нурстана Апичу Назарбаева. Я полностью поддерживаю нашу Елбасу. Я призываю своих земляков, наших Акмолинцев, Кахшиталцев, быть вместе, поддерживать друг друга. И хочу поблагодарить наших медиков, заказанный их сложный период, за их работу. И если мы вместе, все мы вместе победим. 42 500 тенге. На днях вышли правила социальных выплат в новой редакции. Она положена работникам бизнеса в отпуске без сохранения заработной платы в населенных пунктах, где введен карантин. Но это еще не все. Жамал Гавдулина узнавала подробности. Татьяна Шледовец, жительница Кокшатау. Узнав о пособиях, решила подать заявку. В условии ЧАЭС наше правительство, каждому гражданину Республики Казахстан выделили пособие. Я подала заявление на сайт Янбек 42500. Теперь буду ждать одобрения. Кому положена соцвыплата, поясняет министр труда и социальной защиты. Теперь конкретно кто? Это наемные работники. Наемные работники в компаниях, организациях малого и среднего бизнеса, в городах, где карантин и крупного бизнеса тоже. Если за них производились отчисления хотя бы один раз за последние 12 месяцев до объявления чрезвычайного положения. То есть те, кто работает удаленно, получают зарплату, они не имеют права. Это должны быть те люди, которых отправили в отпуска без сохранения заработной платы. Из-за них производились хотя бы один раз отчисления до чрезвычайного положения за последние 12 месяцев. Министр объяснил, что два года назад было внесено изменение в части наемных работников. Теперь к таким также относятся сотрудники некоммерческих организаций, общественных объединений, если их отправили в отпуск без сохранения зарплаты. На сегодня категория расширяется, на сегодня имеют право матеря, которые находятся по уходу за ребенком от года до трех. Это касается тех матерей, которые ребенку исполнился год, и она как бы планировала выйти на работу, но из-за пандемии коронавируса, из-за карантина она не смогла это сделать. Напомним, что социальная выплата 42,5 тысячи тенге не подлежит налогообложению, а информация о том, что средства на выплату снимают с пенсионных накоплений – фейк. Сегодня в Кукшотау можно заметить ажиотаж по поводу открытия 12-значного счета. Специалисты утверждают, это нецелесообразно. Много людей стоят в очереди возле банков, касс, почты, для того, чтобы открыть банковские счета. Хочу сообщить, что сегодня внесли изменения, что банковский счет не нужно указывать, если у вас его нет. Когда поступает ваша заявка, если вы имеете право, то вам будет назначено 42,5 тысячи тенге, но не будет выплачено. Вам будет дано один месяц для того, чтобы под средством смс-сообщения вы при возможности открыли счет и сообщили об этом фонду. На сегодняшний день в отдел занятости и социальных программ поступило 3278 заявлений. Из них 2616 гражданам пособие выплачено. Добавим, что ежемесячная выплата 42,5 тысячи тенге назначается на весь период чрезвычайного положения. Жамал Габдулина, Игулю Зекова, Ермит Махметов, Кокще, Ахпарат. Телеграм-бот для получения 42,5 тысячи тенге разбили на 18 ботов по регионам. Услуга доступна и для жителей Акмолинской области. С подробностями Нурсултан Ибраев. Для того, чтобы воспользоваться телеграм-ботом, необходимо в поле поиска социальной сети ввести адрес, предназначенный именно для жителей Акмолинской области. Это Акмол 42500 бот. Далее запустить бот и выбрать ваш статус. Если вы потеряли работу в связи с действием ЧП в стране, то выбрать категорию работник либо самозанятый. После ввести свои им, электронную почту, телефон и номер банковского счета. Далее остается только подтвердить заявку и ждать ответа с уполномоченного органа. От того, что такой большой наплыв в интернете и люди жалуются, что не могут зайти по долгу и подать заявку, на сегодня телеграм разбил по областям. И теперь Акмолинцы могут зайти в Акмол 42500 бот и там будет чисто по нашей области прием заявок. К слову, подача заявок также доступна на сайте электронного правительства.егов.кз и 42500.енбек.кз. Нурсултан Ибраев, Ермек Махметов, Алмаз Адвокасов, Кокщиев, Парад. Сегодня день рождения чемпиона мира в среднем весе по профессиональному боксу по версии IBF серебряного призера Олимпийских игр в Афинах Геннадия Головкина. Прославленному спортсмену исполнилось 38 лет. Каждый поединок профессиональный боксер выходил на ринг в национальной одежде, неоднократно побеждая и прославляя Казахстан. Когда меня спрашивают о национальности, я говорю, отец русский, мама корьянка. Амин Казахстан. Геннадий Головкин родился в 1982 году в Караганде. Он начал свою спортивную карьеру в возрасте 11 лет, начиная с любительского бокса. В составе национальной сборной по боксу он стал семикратным чемпионом Казахстана. В 2000 году Геннадий Головкин выиграл чемпионат мира среди юниоров. Спустя два года он завоевал золотую медаль на азиатских играх. В 2003 году стал чемпионом мира на соревнованиях в Бангкоке и получил путевку на Олимпийские игры. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах стал серебряным призером весовой категории до 75 килограмм. В финале Олимпийских игр в Афинах Геннадий уступил российскому боксеру Гайдарбеку Гайдарбекову. В 2006 году из любительского бокса перешел в профессиональный, выступая весовой категории до 72 килограмм. Первые восемь поединков выиграл досрочно, чем сразу привлек внимание мира. Неудивительно, что прославленный боксер имеет огромное количество поклонников, в том числе и в профессиональном спорте. Сегодня многие юные боксеры применяют на практике его маневры. Геннадий Головкин очень сильный боксер. Я смотрю его поединки, начиная с 10 лет. Мне нравится его тактика боя. Я использую технику на соревнованиях. Мы, молодые спортсмены, хотим последовать примеру Геннадия Головкина и выступать на мировом уровне. Следует отметить, что Геннадий Головкин провел 42 боя в профессиональном боксе и выиграл 40 из них. Один бой закончился ничьей, другой – поражением. Мы желаем удачи нашему соотечественнику в предстоящих встречах. Анель Бесенбаева, Бзала Зумат, Лаборжан Смогулов, Абайту Леген, Кокщак Парад. К этой минуте у меня все. Спасибо, что были с нами. С вами в студии были Саня Якуб Жасарова, Сурдоперевод Любовь Сенченко. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok